Всем привет! До меня наконец-то добрались две игры, и это обзор Dirt 4 и Dirt Rally. И пусть закнутся все те, кто считает меня графонодрочером, ибо игра важна целиком, а не какой-то ее один компонент. Итак, переходим сразу к обзору, погнали! Итак, начнем с графики, ибо графика здесь ужасна во всем. Ужасное окружение и совсем не привлекательное авто. Разработчики, видимо, совсем обленились. Хотя и поругаться на них нельзя за это. То, что мы сейчас видим, это графика их игр для PlayStation 3. Видимо, в силу каких-то обстоятельств они не хотят, либо действительно не могут как-то обновить движок. Выдаваемая картинка — это хороший уровень для PlayStation 3. Для PlayStation 4 хочется чего-то покрасивее, ибо когда деревья выглядят как в GTA San Andreas, то пора задуматься и что-то менять. И все же, несмотря на ужасные текстуры при ясном солнечном дне, радуют в игре погодные эффекты. Во время дождя, во время тумана картинка выглядит куда более реалистично. Капли дождя на экране появляются. Мокрый автомобиль выглядит просто отлично. Ночь тоже достаточно атмосферная. Вот только графон травы «Простите и плачьте». Ну что это такое? Музыка хорошая, уместная. Очень поддерживает драйвовое настроение между заездами. Миксовано из разных треков из Флотаута, на Форспид Трайвлс, на Форспид 2015 и прочей годноты в тему вождения, что очень круто. Однако, простите, нет русского языка? Вы что, серьезно? В Диртралли был русский язык даже с озвучкой. Почему в Дирт 4 вы его не добавили? Совсем в край обленились? Меню карьеры более простое и наглядное. С медальками, что очень напоминает ProJet Cars 2. Режим Joyride с Джим Ханой и прочей ерундой теперь находится в отдельном пункте. И совсем не мешает проходить карьеру чисто по ралли. По настройке стиля вождения можно как детально настроить автомобиль, так и выбрать быструю настройку чисто для фана веселья или устроенный челлендж соревнований. В отличие от убогих VRC и Sebastian, вождение в Дирт 4 феноменально приятное. Трассы поворотистые, со сложным рельефом. Получается очень хороший и интересный челлендж. Правда, из-за низкографонистой дороги не всегда понятно покрытие дороги. Однако поведение авто очень радует. В сети говорят, что Кодемастер сбалансирует между реализмом и аркадой. А я вот считаю, что начиная с давних времен, таких как Тока Райс Драйвер, Райс Драйвер Грит, Дирт части ралли и современных игр Дирт 4, Дирт ралли, физика гоночных игр от Кодемастер самое реалистичное. Не знаю, что они там шаманят, но нет лучшего управления гоночного автомобиля в геймпаде. Вы можете сколько угодно спорить насчет того, что эти игры являются симуляторами или не являются симуляторами. Но один факт остается точным. Игры Кодемастер являются годными, отличными топовыми играми про гонки. Еще один плюс Дирт 4 и Дирт ралли в том, что автомобиль в играх физичен, и его можно прекрасно разбить. К тому же очень хорошо чувствуется масса динамических элементов на дороге. То есть ты почувствуешь, сшибаешь ли ты маленький столбик, либо большой знак. И большой знак может оставить тебе память на крыше твоего автомобиля. Такая детализация физики просто впечатляет. Причем и здесь Кодемастерс остается на высоте перед конкурентами. Очень жду Грид 4, чтобы утерли нос всем автосимуляторам. Даже переизданием был бы рад, однако до сих пор не понимаю, почему они не выпускают серию Грид для Плейстейшн 4. Где здесь автогенерация трасс? Я так и не понял, как она работает и в целом даже не заметил ее присутствия. Однако ощущение, что дорога собирается по кусочкам, меня не покидало. Ибо встречались в одном заезде в разных местах абсолютно одинаковые повороты. Вот просто супер одинаковые, как две капли воды. И это немного пугало, наводило на мысли о какой-то мистике. Но игра не об этом. Идем дальше. Сейчас к итогу подведем различия между двумя играми. Ибо в общем они оставляют вполне одинаковые впечатления, но игры все-таки отличаются в деталях. Итак, начнем с Дирт 4. В игре присутствует музыка. Именно та музыка, о которой я рассказывал. Набор миксованных саундтреков. В Дирт 4 присутствуют погодные эффекты. Да-да, именно те погодные эффекты, о которых я рассказывал ранее. Это самые графонистые элементы в игре. В Дирт 4 интуитивно проще изображена карьера. Все делится на классы соревнований и на чемпионаты. И ты не запутаешься, какие ты прошел, какие нет. Потому что, которые ты прошел, отмечаются медалькой. Помимо ралли в Дирт 4 есть режим Joyride и соревнования на багги. В свою очередь Дирт ралли отличается тем, что в нем присутствуют скоростные заезды на холм по асфальтированным дорогам и русский язык. И, наверное, самое важное отличие, в Дирт ралли почему-то чуть-чуть сложнее управляться с автомобилями. Игра в целом более хардкорная. И дело, наверное, в том, что нельзя редактировать уровень сложности. То есть, вот он есть с шести этапов. И с каждым этапом сложность все возрастает, и ты не можешь никак от этого отказаться. В Дирт 4 ты можешь сам установить уровень сложности, который будет приносить тебе удовольствие от езды. В Дирт ралли тебе придется немножко задрачивать на каждый, каждый, каждый элемент дороги, чтобы заевать каждую секунду. Игры в Дирт 4 и в Дирт ралли я советую к покупке всем. Однако, с небольшой оговоркой, так как в Дирт ралли нельзя выбрать уровень сложности, то она очень хардкорная. Вот прям от слова «очень». То есть, если у вас есть много времени, есть желание совершенствоваться, то вы можете смело брать Дирт ралли, и она вас не разочарует. Но если же вы все-таки не хотите затрачивать в игры, хотите небольшого релакса, то берите Дирт 4, выставляйте полегче уровень сложности, и вам будет гонять только в одно удовольствие. В заключение хочу сказать, что, проходя такие игры, как версии 5, версии 6, со временем я начинал просто ненавидеть вот этот вид спорта. Я не хотел играть в ралли, я не хотел играть в гонки вообще. Эти игры перевивали какую-то ненависть из-за их вот этих багов, дебильной физики, графики мыльной. И я вот просто хотел просто пройти эти игры, больше никогда больше не возвращаться к этой тематике. Дирт ралли — это абсолютно другие игры. Они настолько хороши, не учитывая ту небольшую плохую графику. Но от этих игр, Дирт ралли, Дирт 4, ты реально получаешь какое-то удовольствие. Тебе хочется еще ехать, хочется проходить больше этапов. Ты не хочешь становиться играть. Когда садишься на нее играть, потом просматриваешь, а уже полдня прошло. И такой, блин, да ты даже не устал. То есть она реально развлекает, дает отдохнуть. Это своего рода замануха в игре, тебе хочется играть и играть все больше и больше. Но нет, это не замануха, как в Neffar Speed'е с лутбоксами, чтобы ты тратил деньги. Дирт 4 — это как раз то удовольствие, ради которого мы и покупаем, собственно, игры. На этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok